Итак, всем привет, мои дорогие. Извиняюсь за помятый вид, в третьи сутки практически не сплю. Мониторила я все законы, рассказала вам и поделилась алгоритмами действия изучения их. Все, что я самостоятельно изучила, тоже вам дала. Сразу хочу сказать, не ждите, что вас кто-то придет и спасет. Давайте включайте свою голову. Я не понимаю, почему людьми сейчас обладевает страх. Мы стали какими-то парализованными, и это очень печально. Вы, если все понимаете, задайте себе вопрос, что вы сделали для того, чтобы все это безобразие прекратить. Вот как вы вообще своим детям будете смотреть в глаза, понимая правду и ничего с этим не делая. Да, законы работают криво, они работают косо, но нужно заставить их работать. Еще сделала свое умозаключение по поводу всего безобразия, которое происходит на Украине, по поводу вот этого цирка, который разыгрывает нам вот эти псевдозвезды. Они сейчас выступили якобы против СОО, но вы же понимаете, что просто так никто ничего не говорит. У Израиля заканчивается срок. Они живут на чужой земле. В 1967 году, можете все это проверить, была война на Палестине. Они вырезали 90% жителей, ну, по крайней мере, тех, кто остался там. Вот, соответственно, им нужны новые земли. Поэтому Украина вообще прекрасная земля для того, чтобы сделать новую Хазарию. Почему я пришла к такому выводу, я поясню. Потому что им нужен был предлог уехать из страны. Ну, вот их как бы объявили инагентами. На самом деле, раз они поддерживают как бы украинскую сторону, соответственно, они потом прекрасно могут переселиться туда, если, конечно, у них все получится. Далее, по поводу Донецка. Если у кого-то есть информация, я вчера очень много копала, рыла. И, насколько мне известно, там введено военное положение, особое положение. 59-я статья Конституции. Не помню сейчас пункт. Там говорится о том, что если идут военные действия, референдум невозможен в стране. То же самое, в принципе, и у нас. Тоже можете все это изучить самостоятельно. Соответственно, о каком референдуме сейчас можете идти лечь? Более того, стало мне известно, что у людей в Донецке уже давным-давно российские паспорта. Что еще раз доказывать, что вот этот вот весь цирк, который нам показывают, давным-давно им известен и все идет по плану. Поэтому я думаю, что сейчас нужно писать в прокуратуру, делать запросы, на каком основании требовать, чтобы давали ответы, происходит вот эта незаконная мобилизация. Еще раз напомню вам, что у нас нет военных действий официально. У нас идет СВО. В законе про СВО ничего не прописано. Мобилизация это только в период военного положения. Да, может быть частичная мобилизация, она может быть организовываться в военное время, но в случае угрозы. Угрозы официально в стране нет. Все, что сказал президент в своей речи, я сейчас вам постараюсь пояснить. Это просто слова. Официально никакой стороной не признаны пересечения границ. Ну, как-то так. Вот. Все должно быть по документам, а не на словах. Поэтому то, что сейчас бомбят Курскую, Белгородскую область, ни одна сторона не признает этот факт, что это, допустим, делает Украина. Ну, вот такой вот цирк. Мы как бы знаем, но официально как бы это не происходит. Соответственно, нет пересечения границы, нет угрозы для России. Вот такой сюр, и это все по закону. Вот. Поэтому включайте свои головы. Вы просите помощи у юристов, у которых подписота зашкаливает там по тысяче и миллионы. Они все дают размытые ответы. Вот. Пора бы самим образовываться, и нужно что-то делать. Я не призываю куда-то там выходить. Я призываю к тому, что надо писать. Вот. Бумага, она, знаете, все стерпит. Вот. Поэтому, если вы задаете вопросы касаемо каких-то других тем, ну, я не юрист, поэтому я на все вопросы ответы не знаю. Далее по поводу военкоматов. Можете забить адреса военкоматов. Вам выводят там ЕГРН, ЕГРП. Все вы можете это проверить. И многие военкоматы, они аннулированные. Не аннулированные, только областные, которые имеют статус юрлица. Что это значит? Вы физическое лицо, а они юридическое лицо. Соответственно, вам подпихивают контракты. Контракты – это добровольные согласия обеих сторон. 421-я ГК РФ и 179-я, если ничего не путают, ГК РФ. Изучите, пожалуйста, эти законы. То есть вас нанимают. Если будет разбирательство, может быть, оно и будет, то все, кто пошел по контракту, могут подойти под трибунал. Почему? Потому что если будет доказано, что все это происходящее преступление, то, соответственно, эти люди добровольно пошли на это преступление. Об этом тоже, пожалуйста, задумайтесь. Никто вас не принуждает подписывать эти контракты. Изучите все эти законы. Вот. Ну, на сегодня, пожалуй, у меня пока все. Но еще раз призываю к благоразумности. И нам очень долгое время внушали страх, то, что мы бессильны, мы просто пыль из-под ногтя. На самом деле нет. Напомню также про третью статью Конституции. Изучите, пожалуйста, источник власти – это народ. Вот. Поэтому мы имеем свои права. Да, все очень запутано. Не могу все рассказывать в интернете. И так слишком много выставляю, подставляя прежде всего себя. Вот. Поэтому, мои дорогие, я знаю, что на моей странице и левые сидят, и скидывают репосты непонятно кому. Конторских много. Но, в принципе, бояться уже некуда. Уже дошло дело до войны, которую нам, в принципе, официально никто не объявил. Куда может быть хуже, скажите мне.